Соответственно, вы видите, что далеко не факт, что даже если у вас будет качественный продукт, что если у вас будет, в принципе, хорошая бизнес-модель, далеко не факт, что вы соберете эффективную команду. Поэтому с этой точки зрения нужно достаточно грамотно учитывать все факторы, которые влияют на ваш стартап. Да, и вот вижу, Николай пишет, что зачем так усложнять, если достаточно было купить биткоин в 2013 году и просто заработать сейчас миллионы. Да, вы затронули тему интересную, Николай, интересную тему. Я даже сейчас немножечко подробно по ней пройдусь. Относительно того, что просто, да. Дело в том, что я сторонник того, что ничего простого нет. Если вам кто-то говорит, что все просто, что сейчас раз-два и готово, то, скорее всего, все очень непросто. Давайте даже посмотрим. Вы написали, достаточно было просто купить биткоин. Сейчас зайдем на CoinMarketCap наш, посмотрим биткоин. Вот сейчас он, видите, даже чуть-чуть упал в цене. То есть уже все не так просто, если бы вы его вчера, например, купили. Но давайте проверим ваше утверждение, что все просто. И я покажу, насколько все непросто на самом деле и насколько важно, собственно, учитывать все факторы. Потому что дело в том, что все просто, когда мы видим вот этот вот прекрасный график за всю историю. Да, когда мы видим, что в итоге у нас вот вырастет цена до 60, там скольки, 65 тысяч, да, или 66. Но представьте себе, что в 2013 году вам нужно было где-то вот тут вот купить биткоин. И он вот совсем не рос, и он и падал даже. И вот представьте, что вы наблюдали бы такую картину. Вы вложили куда-то тысячу долларов, а оно дешевеет и дешевеет. Дело в том, что мы всегда очень умны, и для нас всегда все просто. Тогда, когда мы знаем, когда мы знаем 100% информации. Когда мы знаем сейчас, что произошло у нас за сколько, за 7 лет, да. Мы, в принципе, действительно понимаем прекрасно, что был хороший инструмент для инвестирования, да, биткоин и криптовалюты в целом. Но давайте подумаем категории, что было тогда, когда мы бы начинали инвестировать. И вот представьте, что вы купили актив, ну пусть даже вы его купили за 100 долларов, и вот вы ждете, ждете 2014 год, да. И вы смотрите, ничего себе валюта выросла, условных 100 долларов, за которых вы ее покупали, до 1000, друзья, до 1000 в 10 раз. И вот сейчас она начала падать, ну, есть большая вероятность, что вы бы ее здесь продали. В 10 раз увеличилась ее стоимость, да. И вы, а если бы вы еще такой вот увидели график, да, что она дешевеет, дешевеет, дешевеет. Ну, даже тут ее можно продать, да. Ну, покупали за 100, продадите за 290. Просто в 3 раза, да, 3 раза за пару лет повысить вложенный капитал очень неплохо. Я думаю, что примерно вы бы так думали, не зная, что произойдет дальше, да. Дело в том, что когда мы видим вот этот график, для нас все предельно просто. Вообще понятно, идеально. Но я вам скажу так, что были люди ведь, которые вот здесь вот покупали биткоин, а вот здесь вот его продавали, когда они думали, что вот все, он идет вниз. Да, я знаю массу историй, когда вот у меня один такой давний знакомый разрабатывал сайт стоимостью 1200 долларов, и ему как раз вот где-то в районе 2014 года оплатили этот сайт в биткоинах. Может даже не 1200 долларов, но в общем в итоге у него получилось 12 биткоинов, да. И что происходило? Он их держал много-много лет. То есть он их держал до, да, примерно вот до 2018 года, 18-19, да, вот в этот пик. И, соответственно, до конец 17-го года получается. Я ему говорил, продавай, да, когда он стоил около 20 тысяч. И человек тогда не продал, а потом пошла вот эта вот вся история, и он его продал по 5000 долларов. И в принципе, да, он выиграл. Да, относительно того, что у него было 12 биткоинов стоимостью там условных 1200 долларов, ну не знаю сколько это точно было. И он их продал, условно говоря, в 50 раз дороже, да, это выгодно. Но вот этого-то периода он не застал. Ну и никто не знал, что этот период будет, понимаете. Вот, Николай, я просто говорю не о биткоине сейчас, а о способе мышления. Когда нам кажется, то все в нашей жизни очень просто, это значит лишь одно, что вы обладаете 100% информацией. Когда вы обладаете полной информацией, вы очень легко можете выстроить причинно-следственные связи, понять, да, там плюсы и минусы, понять, как надо было действовать, когда надо было что-то покупать, когда надо было продавать, когда надо было чем заниматься. Вы это знаете постфактум. А мы живем нашу жизнь в моменте. И вот сейчас, вот сейчас вы бы купили биткоин? Ну такой вопрос, да? Сейчас, не 10 лет назад, там не 5 лет назад, а сейчас. Может быть сейчас пик, который никогда больше не вернется. А может быть он будет стоить там, как некоторые аналитики говорят, 400 тысяч долларов и миллион долларов. Вы находитесь в такой же зоне неопределенности. Более того, даже если вы его купите сейчас за 60 тысяч, и он, допустим, через год будет стоить 120 тысяч, далеко не факт, что вы его не продадите, а он потом не станет стоить миллион. Или далеко не факт, что он не станет стоить 10 тысяч через какое-то время, и вы в 6 раз потеряете вложенные деньги. То есть вопрос в том, что нету ничего простого. Если вам говорят, что есть какое-то простое, эффективное решение, опасайтесь этих людей. Потому что в нашей жизни ничего простого и эффективного нет на самом деле. Если мы живем в момент здесь и сейчас. Простое мы можем увидеть, когда обладаем максимальным количеством информации о чем-либо. Тогда для нас все просто и понятно. Когда нам нужно здесь и сейчас принимать решение. Сколько было ситуаций, когда увольняли гениальных сотрудников, которые потом открывали конкурирующие компании, вытесняли своих предыдущих работодателей с рынка. Сколько было ситуаций, когда компания за очень дешево продавала патенты, которые потом приносили миллионы и миллиарды долларов. Такое было все время. И постфактум можно сказать, что они абсолютный идиотизм совершили, что продали там такую-то технологию. Но когда вы находитесь в моменте здесь и сейчас, все эти решения, все эти, вся эта аналитика, она совершенно непростая. Поэтому тот посыл, который я хочу вам сейчас выразить, немножко мы на пару минут, даже чуть больше, почти на 10 минут отвлеклись от темы. Но я вас очень прошу, я буквально умоляю вас, да, не упрощайте в жизни ничего. То есть как только вы начинаете что-то упрощать, по моему опыту, по опыту моих коллег, по опыту тех компаний, которые я видел, как только вы начинаете что-то упрощать, ждите беды. Ждите беды, потому что ничего простого нет. Потому что да, как сказал когда-то один очень мудрый человек, если есть какой-то очень простой бизнес-процесс, на котором можно заработать много денег, ну как золотая лихорадка, например, то желающих там будет тьма. И эти желающие будут очень усердно распихивать друг друга локтями, и в этой каше можно как что-то заработать, так и очень много потерять. В то же время, если есть какая-то серьёзная такая тема, которая не лежит на поверхности, до которой нужно было докопаться, какой-то такой золотой прииск, о котором мало кто знает, вам об этом никто не расскажет. Это очень важно понимать. И очень важно понимать, что если вы увидели идею на поверхности, и она вам кажется очень простой, и вам кажется, что все остальные идиоты и до неё не додумались, то есть большие вопросы к вашей адекватности, потому что, скорее всего, вы придумали либо ту идею, которая уже давно известна на рынке, и где уже царит Красное море, либо, может быть, вы нашли золотой океан, да, голубой океан нашли, можете туда выйти и там заработать много денег, но тогда это будет далеко не простым процессом, далеко не простым. То есть вам нужно будет всё десять раз пересчитать, проанализировать. Ну, по крайней мере, об этом мне говорит мой опыт. А там уже, ну, у всех у нас разный опыт, поэтому, Николай, может быть, действительно вы точно уверены, что... Хотя, ну да, даже давайте так рассуждать. Ладно, в 2013 году, хотя я уже знал о существовании биткоина в то время, но давайте 2017 год возьмём. Все знали о биткоине, уже там был невероятный хайп, невероятный информационный шум. Кто купил? Я уверен, что все, вот кто сейчас присутствует на вебинаре, знали уже в тот момент про биткоин. Кто купил? Ну вот, вижу, плюсики есть. Парочку, да, два, три. Три плюсика, да. Ну, будем считать, что кто-то ещё не хочет афишировать, да, но это далеко не то количество людей, которые сейчас присутствуют на вебинаре. Хотя возможность была у всех. Поэтому все мы очень умны задним числом, но всегда нужно помнить о том, что мы живём не в прошлом, а мы живём здесь и сейчас. И здесь и сейчас решение, например, поехать отдохнуть в Турцию или на 2000 долларов купить себе биткоина, ну, оно не такое уж и однозначно, я вам скажу так. Нужно, ну, серьёзно верить, да, в продукт, в технологию, если вы собираетесь что-то покупать. А это уже предполагает аналитику, это предполагает то, что это далеко не простое решение, скажем так, даже на небольшой сумме, да, в тысячи долларов. Что уже говорить о, там, десятках тысяч и так далее. Поэтому прошу вас, не упрощайте. Как только мы начинаем упрощать, мы теряем точность и мы скатываемся всегда в кризис, в яму и в такие вещи. Что же, да, немножко отвлеклись, но давайте дальше продолжим наш вебинар.